Обличение, лжевучение, фектанта. О внешнем поклонении и обрядах. Кассета 3. О каких еще обрядах упоминается в Новом Завете? О каждой день эфемиамом. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получил от Епофрадита посланное вами, как благовонное курение жертву, приятную, благоугодную Богу. Филиппийцам 4.18. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фемиама, чтобы он с молитвами святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фемиама от руки ангела пред Бога. Откровение 8.3 Вожение светильников во время богослужения В первый же день недели, когда ученики собрались до преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников, по-грешески лампад. Деяние 27. Кто имеет право устанавливать, изменять или отменять обряды? Только святая церковь. Обряд не догмат и не составляет сущности веры. Что одежда для тела, то обряд для веры. Но изменять или отменять обряды может только церковь, власть которой, в лице ее высшей иерархии, не ограничивается в делах веры и церковного порядка, 1 Коринфянам 14.40, не только на земле, но и на небе. Матфея 18.18, Яна 20.23 Поэтому, кто отвергает установленные церковью обряды и символы, тот является непослушным сыном церкви, о котором Христос сказал, «Если церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь». Матфея 18.17 О святости и почитании храмов Божиих «Святилище мое чтите, я Господь» Левитом 19.30 «Клянущийся храмом клянется им и живущим в нем» Матфея 23.21 «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов» Марка 11.17 Храмом Божиим или домом молитвы называется особое, Богу посвященное здание, предназначенное для общественных богослужений и молений, научения в вере и принятия верующими благодати Божией в святых таинствах церкви. Будучи освящен через епископа или уполномоченных через него пресвитеров, Храм делается местом благодатного и постоянного присутствия Божия, местом общения человека с Богом, делается его домом, его жилищем, местом святым, требующим поэтому от верующих благоговейного почитания и поклонения в страхе Божием. Не нужно никаких вещественных рукотворенных храмов, ибо каждый христианин сам по себе есть храм Святого Духа, есть дом Божий, жилище Божие. Разве не знаете, учит апостол Павел, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. 1 Коринфянам 3.16 Вы храм Бога Живаго. 2 Коринфянам 6.16 И еще 1 Петра 2.5 Ефесянам 2.21 И Евреям 3.6 В приводимых сектантами словах святый апостол Павел, апостол Петр, вовсе не отвергает вещественных рукотворенных храмов Божиих, ибо они, будучи и при жизни своей, более всех христиан храмами Божиими, и имея в себе всю полноту благодатных даров жившего в них Духа Святого. 1 Коринфянам 6.19 Сами, однако, чтили храм Иерусалимский, как святыню, ходили в него для поклонения и молитвы, и удостаивались в нем видеть Господа. Петр же и Иоанн, читаем в Деяниях 3.1, шли вместе в храм в час молитвы девятой. Когда же я, говорит апостол Павел, возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление и увидел его, то есть Христа, Деяния 22.17. Святые апостолы называют христиан храмами и Домом Божиим в духовном смысле, указывая этими словами, что люди святой жизни являются вместилищами Святого Духа. Как напротив, люди жизни грешной вместилищем Духа Злого. Об истинных христианах говорится, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. А, например, о Биуде говорится так, и вошел в него Сатана. Иоанна 13.27. Что касается места из 2-го послания к Коринфянам 6.16, то дальнейшее чтение его само достаточно опровергает заблуждение сектантов. Говоря, вы храм Бога живого, святой апостол поясняет, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Левитам 26.12. Слова вселюсь в них относятся к израильскому народу, к ветхозаветним людям, которых апостол, очевидно, тоже называет храмами. Однако и у них был свой вещественный, рукотворенный храм в Иерусалиме. Следовательно, как ветхозаветние, так и новозаветние люди называются в Писании храмами в смысле духовном, чем вовсе не отрицается возможность и необходимость существования у них в храмах рукотворенных. Если христиане называются в духовном смысле храмами Божиими, то это вовсе не значит, что не нужно храмов рукотворенных, ведь христиане называются жилищем, Ефесянам 2.22, и домом, евреям 3.6. Но отсюда не станут же сектанты утверждать, что для них не нужно жилищ, не нужно домов. Истинные христиане называются в духовном смысле еще солью и светом. Вы соль земли, вы свет мира, говорит о них Спаситель. Матфея 5.13. Но кто же из сектантов на основании этих слов откажется от употребления соли или пользования светом? Ведь это было бы безумно, как безумно на основании того, что христиане называются в духовном смысле храмами, отвергать рукотворенные храмы. Излишне строить особые дома для молитвы, ибо Христос сказал, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди их». Матфея 18.20. Возражение пустое. Мы спросим сектантов, а если во имя Христа соберутся четверо или пятеро, то среди них уже не будет Христа? Конечно, будет. В храмах же Божьих собираются во имя Христа не только двое или трое, а целые десятки, сотни и даже тысячи верующих. Следовательно, посреди их еще скорее будет Христос. Если Он находится там, где собрались двое или трое, учит святой Иоанн Златоуст, то тем более присутствует там, где столько мужей, столько жен, столько отцов, где апостолы и пророки. Том 4, страница 758. Первые христиане собирались для молитвы не только по двое или по трое, а целыми десятками и даже сотнями. Все они, святые апостолы, единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и с братьями Его. Было же собрание в человек около 120, Диане 1, 14, 16. Мы знаем, что после Своего воскресения Христос являлся не только двум, Лука 24, 13, или семи ученикам, Иоанн 21, 1, а десяти и одиннадцати собравшимся вместе, Иоанн 20, 19, и даже более чем одиннадцати, Лука 24, 33. В собрании человек около ста двадцати, Диане 1, 15, потом явился более, нежели пятистам братьев, 1 Коринфян 15, 6. Не могут же сектанцы сказать, что в этих многолюдных собраниях последователей Христа не было Его, иначе погрешат против истины и Слова Божия, как грешат они против Него, утверждая, что не нужно храмов, потому что сказанки двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. В своих молитвенных домах сектанты собираются не по двое или по трое, а целыми десятками, иногда и сотнями. Итак, в святых храмах Божиих, где и во множестве собираются верующие во имя Христа, Он среди них всегда пребывает. Не нужно строить храмов, ибо Христос сказал, наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Иоанна 4, 21. Христос, изгнавший из храма нарушивших святость Его, Марк 11, 15, сказавший о храме «Дом мой дом молитва наречется для всех народов», не мог учить о ненужности для христиан храмов, иначе он сам себе противоречил бы. Приводимые сектантами слова Писания лишь еще раз подчеркивает то учение Христа, что в Новом Завете место богослужения не будет ограничиваться одним только храмом на горе Горезине, как думали самаряне, или одним Иерусалимским храмом, как предписывал иудеям закон Моисеев, в 2 законе 12, 13, «А будет время», предсказывал Спаситель, «когда везде по всему лицу земли будут храмы у христиан для их общественных молитв». И слова Христа, обличающие непонимающих их сектантов, сбылись. Теперь уже повсюду, где только славится имя Святой Троицы, где только живут христианские народы, существуют у них храмы или дома молитвы. Их нет только у неверующих во Христа да у сектантов врагов Креста Христова. Нет, не нужно храмов, ибо Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Как говорит порог, «Небо престол мой, и земля подножия ног моих». «Какой дом созиждите мне», говорит Господь, «Или какое место для покоя моего?» «Не моя ли рука сотворила все сие?» Деяние 7, 48, Исайя 66, 1, 2. «Он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует сложения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Деяние 17, 24, 25. «Иудеи ложно обвиняли святого Стефана в том, что он говорил, что Иисус на заре разрушит место сие». Деяния 6, 13. То есть храм Иерусалимский, о котором они думали, что он только и есть единственное место для молитвы и поклонения Богу. Святой Стефан опровергает этот взгляд от иудеев на храм и говорит им, что Бог не в рукотворенных храмах живет, что он не связан одним каким-нибудь определенным местом. Псалом 138, 7. «Что молиться ему можно везде, ибо он присутствует во всей вселенной, как об этом говорил еще и пророк Исаия. О ненужности же вообще храмов! Святой Стефан, знавший, конечно, слова Христа, домом молитвы наречется для всех народов, не учил и не мог учить. А высказал ту мысль, которая заключается в словах Христа. Наступает время, когда и не на Горесе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, то есть будете иметь храмы везде, везде будете молиться в моем доме. Не мог святой Стефан приводить указанное место из пророка Исаии против необходимости существования храма? И вон, конечно, знал и такое место из пророка Иеремии. Слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а этот муж стоял подле меня и сказал мне, сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. Иезекииле 43.5 Словам же апостола Павла, сказанных язычникам афинянам в Ихариапаге, идет речь не об Иерусалимском храме и не о храмах христианских, которых тогда в Афинах и не было, а о храмах языческих или капищах и находившихся в них идолах, о которых язычники думали, что они живут в храмах и помещаются в них, как люди в своих домах, и нуждаются в жертвах, как люди в пище. Деяния 14.6.11 За принесения которых дают людям всякие блага и самую жизнь. Желаю научить афинян, язычников истинной вере в Бога и опровергнуть их заблуждение, будто Бог живет только в храме и нуждается в жертвах. Апостол Павел и учит, что Бог не в рукотворенных храмах живет, то есть, что Он живет во всем мире и прежде всего в душах людей, и что Он ни в чем не нуждается, а Сам дает всему жизнь, дыхание и все, что нужно. Соломон, конечно, лучше наших сектантов знал, что Бог не в одном только храме живет, однако построил храм в жилище Богу по его же повелению. Поистине молится Соломон Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил имени Твоему. Третье царство 8.27 Далее Соломон просит Господа, чтобы он услышал молитвы всех молящихся в этом храме, грешных и обижаемых, теснимых врагами, нуждающихся в дожде и урожае, бедствующих от голода или моровой язвы, чтобы услышал молитвы даже иноплеменников, когда они войдут в храм, помолиться, чтобы Господь услышал и тех, которые, уезжая на войну и находясь вдали от Родины, будут молиться, обратившись к храму, который построен имени Его. Тогда молится Соломон, услышь с неба, с места обитания Твоего, молитвы и прошения их, и сделай, что потребно для них. Третье царство, восьмая глава. И сказал ему Господь, я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня, сделал все по молитве Твоей. Я осветил сей храм, который Ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовеки. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. Третье царство, 9-3. Но когда сам Бог желает, чтобы ему был построен храм, сектанты этого не хотят. Так и мы, православные христиане, верим, что Бог не только в рукотворенных храмах живет, как думали язычники, а живет во всяком, во всем мире. Но в храмах особенно и Его благодатное присутствие. Потому-то и самое святое Писание, как в Ветхого, так и Нового Завета, ясно говорит, что Бог в храме живет. И устроят они, говорит Моис, Бог Моисею, мне святилище, и буду обитать посреди их. Исход 25, 8. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. Левит 26, 11. Он, Соломон, построит дом имени моему. Второй царств, 7-13. Я, говорит Соломон, построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовек. Третья царств, 8-13. Сам Спаситель учил, что храм свят, потому что он жилище Божие. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего. А если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. Матфея 23, 16. Нет, не нужно храмов, ибо Господь отвергает общественную молитву. Ты же, когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь свою, помолись Отцу Твоему, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6, 6. Здесь Господь отвергает не общественную и лицемерную частную молитву, а лицемерную, что видно из предыдущего стиха, приводимых сектантами слов Его. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Не только святые апостолы, молившиеся в храме, Лука 24, 53, Деяния 22, 17, но удостоившиеся похвалы от Христа бедная вдова, посещавшая храм и пожертвовавшая на него последние две лепты, Марка 12, 44, и оправданный в грехах после молитвы не дома, а в храме мытарь, Лука 18, 10, очень сильно обличает неправду мудрствования сектантов о молитвах в храме. Устраивая молительные дома и собираясь в них для молитвы и богослужений, сектанты этим сами доказывают ложное толкование и миросматриваемое место священного писания. Первые христиане не имели же храмов, а молились по домам, и каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Деяние 2, 46. Это неверно. В первые времена у христиан вместо храмов были особые, предназначенные для общественной молитвы горницы или церкви. Деяние 1, 13, 36 и 28. Где считалось неприличным есть и пить, как в обыкновенных домах. 1 Коринфянам 11, 22. Преломление же первенствующие христиане совершали по домам, по той простой причине, что совершать его в храме Иерусалимском, не веровавшие во Христа иудеи, конечно, им не позволили бы. А молились и святые апостолы на первых порах ходили в храм Иерусалимский, что видно из приводимого же сектантовое место книги деяний. И каждый день единодушно пребывали в храме. Еще пророк Иеремия предсказывал, что в Новом Завете храмы не нужны будут. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Гос Господень, храм Господень, храм Господень. Иеремия 7, 4. Этими словами Господь не отвергает храма, который Он назвал жилищем своим, о котором Сам сказал, что Он осветил его, чтобы пребывать имени его там вовеки. Здесь Господь грозит евреям тяжко наказать их за их грехи и предостерегает, чтобы они не надеялись, что Он пощадит их, потому только, что у них есть святой храм его. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи и кодите в Аалу и ходите во след иных богов, которых вы не знаете и потом приходите и становитесь предлецом моим в доме всем и говорите «Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». И ныне, так как вы делаете все эти дела, то я также поступлю с домом с им. то есть разруши его, над которым наречено имя мое. Иеремия 7, 8, 15. И действительно, за грехи Израиля Господь привел в исполнение свою угрозу. Великолепный храм Соломонов до основания был разрушен на Бухадоносарем царем Вавилонским и народ был отведен в плен. 4, царь 25, 80, 2, параллепоменон 36, 18, но потом Господь смиловался над Израилем. Народ по указу Кира царя Персидского возвращен был из плена. И в силу его же указа, согласно пророчества Магея 2, 1, 9, и Захария 4, 9, Правителем Иудеи Зарававелем был выстроен новый дом Господа Бога Израилева, 1, 1, 5, 2, Дом Божий в Иерусалиме, 5, 2, И слава этого последнего храма была больше, нежели первого, ибо в него пришел желаемый всеми народами, Агея 2, 6, 9, И так ясно, что в приводимых сектантами словах пророка Иеремии Господь не отвергает храма Господня и почитания его, а лишь грозит израильтянам лишить за их грехи величайшей их святыни храма Божия Иеремия 51, 11, Господь еще в Ветхом Завете предсказывал, что храм Иерусалимский как ненужный будет разрушен, храм, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов. И о храме всем всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет и скажет, за что Господь поступил так с сей землей и с сим храмом? 3, царь, из предыдущего стиха 6-го видно, в каком случае Господь грозил разрушить храмы Иерусалимские. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то храм отвергну. А из последующего 9-го стиха еще яснее видно, за что Господь мог бы разрушить храмы Иерусалимские, за то, что они, израильтяне, оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. Из пророчества же Иеремии мы видим, что храм был любезен для Господа, и что он наказал вавилонян именно за разрушение храма его, острите стрелы, наполняйте колчаны, Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его, Иеремии 51, 11. Сам Христос отверг храм, когда сказал о нем одному из своих учеников при выходе из храма, видишь, сия великое здание, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне, Марка 13, 12. 12. 12. 13. Не мог Христос отвергнуть тот храм, о котором сам сказал, «Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов», Марка 11, 11, 17. 13. А вовсе не о всех будущих христианских храмах, ибо Христос ясно говорит, когда произойдет это разрушение, истинно говорю вам, не предет роды сей это поколение, как все сие будет, Марк 13, 30. Некогда через пророков Господь грозил разрушить за неверие и гречи Израиля храм Соломонов, который действительно был разрушен вместе с Иерусалимом халдеями при Навуходоносаре около 584 года до Рождества Христова, когда и сами иудеи отведены были в 70-летний плен вавилонский. Теперь же Господь снова грозит за еще больше неверие иудеев, сделавших дом его вертепом разбойников и за то, и за то, что он пришел к своим и свои его не приняли Яна 1.11 Разрушит и второй храм, созданный во имя его Зарававелем Иерусалим Иерусалим избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе Сколько раз хотел я собрать чады твоих как птица собирает птенцов своих под крылья и вы не захотели всех оставляется вам дом ваш пуст Матфея 23 27 Ибо придут на тебя дни когда враги обложат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не останется в тебе камня на камне за то что ты не узнал времени посещения твоего Лука 19 41 Угрозы пророчества Христа исполнились В 70 году по Рождестве Христовом при императоре в Веспасиане римский полководец Стиц разрушил Иерусалим и сжег храм его С храмом погибло и государство иудейское Иерии рассеялись по всем народам от края земли до края земли Царь Закония 28 64 Таким образом исполнились и слова Господа сказанные через пророков Иеремии и Закеили Я оставил дом мой покинул удел мой Самые любезные для души моей Отдал в руки врагов его Иеремии 12 7 Я отдам на поругание святилище мое опору силы вашей утеху отчей ваших а сыновья ваши и дочери ваши которых вы оставили падут от меча Иеремии 24 21 Во время осады Иерусалима погибло около 1 миллиона 100 тысяч евреев ров который окружал Иерусалим был доверху наполнен трупами из священного писания мы видим что божьи храмы будут существовать у христиан до кончины мира когда откроется человек греха антихрист сын погибели противящийся и превозносящийся выше всего называемого богом или святынию так что в храме божьем сядет он выдавая себя за бога 2 фестолон кийцам 2.1 чтобы хулить имя его и жилища его и живущих на небе откровение 30 13.6 как хулят и теперь слуги его сектанты жилища божьи и живущих на небе святых угодников божьих это обличающая сектанта место священного писания ясно показывает что и после разрушения Иерусалимского храма у истинных христиан будут существовать святые храмы до конца мира до второго пришествия Христа к Судьи Вселенной Христос не особенно чтил храм Иерусалимский Он даже желал видеть его разрушенным разрушьте храм сей предлагал он Иудеям Иоанна 2.19 нужно дальше читать этот стих чтобы видеть ложное понимание его сектантами и я в три дня воздвигну его слова Христа разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его относятся не к Иерусалимскому храму он говорил о храме тела своего стих 21 как поясняет это евангелисту из Христос под разрушением и трехдневным созданием храма разумел свою смерть и трехдневное воскресение а о том что Христос любил храм Иерусалимский свидетельствует и при чистой слезе его при мысли о предстоящем разрушении храма язычниками Лука 19.41 изгнание из храма нарушителей святости его и название храма домом его Марка 11.15 сектанты оказываются хуже врагов Христа искавших лжесвидетелей на него чтобы убить его ибо когда некоторые из них встав лжесвидетельствовали против него и говорили мы слышали как он говорил я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой нерукотворенный первосвященники и Синедрион выслушав лжесвидетелей призвали его свидетельства их не было достаточно Марк 14.55 а сектанты считают его достаточным по своему неразумию вместе с лжесвидетельными обвиняя Христа в желании разрушить храм Иерусалимский отвергал храм как место общественной молитвы апостол Павел когда говорил и так желая чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи воздевая чистые руки без гнева и сомнения 1 Тимофея 2.8 в приведенных словах апостола Павла нет даже упоминания о храме апостол выражает только желание чтобы христиане на всяком месте воздевали при молитве руки отбросив от себя гнев к людям и сомнения в вере православные христиане так и молятся как велит святой апостол они молятся на всяком месте и в храме и дома и на полях и в дороге словом везде на всяком месте приносят они Богу и Фимиам чистую жертву и в храме и в степи и на море и дома и на кладбище воздевая при этом для крестного знамения руки во время молитвы согласно пророчеству о новозаветнем богослужении пророка Малахии на всяком месте будут приносить Фимиам имени моему чистую жертву 1.11 неудачно приведенные сектантами места Писания их же самихи обличают ибо они ничего этого не делают а вопреки Писанию учат что не нужно ни употребление рук при молитве ни кождение Фимиама кто 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 повелел людям строить храмы Богу сам Бог и сказал Господь Моисею говоря скажи сынам Израилевым чтобы они сделали мне приношение от всякого человека у которого будет усердие принимайте приношение мне и устроят они мне святилище и буду обитать посреди их Исход 25.1 1 Парелепоменон 22.19 Господь сказал Давиду Отцу Моему у тебя есть на сердце построить храм имени Моему хорошо что это на сердце у тебя а однако не ты построишь храм а сын твой который произойдет от чресла твоих он построит храм имени Моему 2 Парелепоменон 6.8 о новозаветниках храмах сам Христос сказал наступает время когда и не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу Яна 4.21 то есть что все христианские народы должны иметь дома Господни или храмы Божии для молитвы как священное Писание называет храм Божий оно называет его церковью ибо в храме собирается живая церковь верующие христиане целый год собирались они святые апостолы Павла Варна в церкви и учили немалое число людей Диане 11.26 слышу что когда вы собираетесь в церковь между вами бывает разделение разве у вас нет домов на то чтобы есть и пить 1 Коринфянам 11.18 14.34 храмом Бога созданным имени его сын твой который произойдет от чресел твоих он построит храм имени моему 2 Коринфянам 6.16 и отверстие храма Божий на небе и явился ко всех заветы его в храме его откровение 11.19 какая совместимость храма Божия с идолами 2 Коринфянам 6.16 престолом Божиим слава Господа наполнило весь храм и я слышал кого-то говорящего мне из храма этот муж стоял подле меня и сказал мне сын человеческий это место престола моего и место стопам ног моих ибо я буду жить среди сынов Израилевых вовеки Иезекииля 43.5.7 называется жилищем Божиим и поставлю жилище мое среди вас Левитам 26.11 ибо избрал Господь Сион вожелал его в жилище себе это покой мой навеки здесь вселюсь ибо я вожелал его Псалом 131.3 13.4 Псалом 77.5 2.1 29.6 Иезекииля 37.26 Святилищем и устроят они израильтяне мне святилище и будут обитать посреди их Исход 25.6 Псалом 95.6 Разве не знаете что священно действующие питаются святилищем 1 Коринфян 9.13 Псалом 73.3 77.6 58 Иезекииля 5.11 26.27 Домом Божиим и домом Отца ожидайте многого а выходит мало и что принесете домой то я развею за что говорит Господь я я оставил дом мой покинул удел мой самое любезное для души моей отдал в руки врагов его Иеремия 12.7 Святым то есть освящающим другие предметы Божий язычники пришли в наследие Твое оскорнили святых храм твой Иерусалим превратили в развалины Псалом 78.1 исход 31.29 Безумные слепые что больше золото или храм освящающий золото Домом молитвы для всех народов назовется Марка 11.17 Откуда еще видно что храм место святое что его нужно чтить поклоняться и молиться пред ним Дому Твоему Господи принадлежит святость на долгие дни Псалом 92.5 И сказал ему Соломону Господь Я услышал молитву Твою о чем Ты просил меня сделал все по молитве Твоей Я осветил сей храм который Ты построил чтобы пребывать имени моему там вовеки и будут очи мои и сердце мое там во все дни Третья Сарс 9.2 Исход 49 Второй Парли Паминон 7.12 Возвлеките руки ваши к святилищу и благословите Господа Псалом 132 Третья Сарс 8.38 Святилище мое Простите Я Господь Левитам 19.30 25.2 А откуда видно что храм Божий чтили Христос и апостолы Христос сказал что храм принадлежит отцу его или вы не знаете что мне должно быть в храме что принадлежит отцу моему Лука 2.49 Малахия Иисус вошед в храм начал прогонять продающих и покупающих в храме и стал именно щеков из камьи продающих голубей опрокинул и не позволял чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь и учил и говоря не написано ли дом мой дом молитвы наречется для всех народов а вы сделали его вертепом разбойников Марк 11.15 Спаситель говорил что храм Божий дороже всякого золота и во нем живет Господь безумные слепые что больше золота золото или храм освещающий золото клянущийся храмом клянется им и живущим в нем Матфея 23.17 и пребывал апостол всегда в храме прославляя и благословляя Господа Лука 24.53 Деяние 22.26 когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме пришед выступление я увидел его Деяние 22.17 ты можешь узнать что не более 12 дней тому как я пришел в Иерусалим для поклонения Откуда мы знаем что искренние молитвы в храме спасительны да пошлет тебе помощь от святылища твоего своего Исиона да подкрепить тебя Псалом 19.3 Дальше Амитари Лука 18.10 Откуда мы знаем что в храме особенное присутствие Бога что Бог живет преимуществу в нем своей благодатью это место престола моего и место стопам ног моих Иезекииля 43.5 Иеремия 12.7 3. Сарст 9.2 Матфея 23.21 Исаи 57.15 Где Писание учит что нужно жертвовать на хам скажи сынам Израилям чтобы они сделали мне приношение от всякого человека у которого будет усердие принимайте приношение мне исход 25.1 и устроят они мне святилище и буду обитать посреди них Малахи 3.8 А пожертвованиях на храм читаем в святом Писании следующее И взял священнике и отдай ящик и взял отверстие сверху его и поставил его и полагали туда все серебро приносимое в дом Господень 4.12 12.9 Никто не должен являться предлицей Господа с пустыми руками но каждый с даром в руке своей смотря по благословению Господа Бога твоего как Он дал тебе в законе 16.16 и сел Иисус против сокровищницы и вот увидел как бедная вдова положила больше всех она положила все что имела все пропитание свое Марка 12.41 за что же Бог разрушил сперва храм выстроенный Соломоном а потом за Рававелем за нечестие евреев их неверие в пришедшего Мессию Христа Иерусалим Иерусалим избивающий пророков и Лука 19.41 А что сказал Христос о дальнейшей судьбе храма среди христиан сказал что вместо разрушенного Иерусалимского храма будут везде выстроены у христиан для молитвы другие храмы Божии наступает время когда и не на горе сей и Иерусалим будете поклоняйся отцу Иоанна 4.21 Марка 11.17 До каких же пор будет существовать у христиан храмы до конца мира и второго пришествия Христа когда явится враг рода человеческого 2.21 Иерусалим чтобы ухудрить чтобы ухудрить имя его и жилища его и живущих на небе Откровение 13.6 Православный христианин твердо помни и не забывай что только у неверующих во Христа и у несчастных сектантов врагов Креста Христово нет храмов Божиих и во храме своем сам Христос сказал что он и его дом мой посещая храм Божий вместе со святым Давидом смиренно молись войду в дом твой поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем Салом 5.8 Одного просил его Господа того только ищу что пребывать мне в доме Господнем во всей жизни моей созерцать красоту Господней и посещать святый храм его столом 26.4 Об икона почитании это вечное постановление в роды ваших чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого Левит 10.10 и сделая из золота двух херувимов чеканные работы сделала их на обоих концах крышки там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов исход 25 18 22 что такое икона икона это слово греческое значит изображение есть изображение истинного действительно существующего Бога а что такое кумир кумир иначе идол это изображение Бога выдуманного вымыслом человеческим деяния 17 29 Бога ложного такого вовсе не существует от того идол в мире ничто 1 коринстя 8 4 разница поэтому между иконой и идолом такая как между днем и ночью какая говорит святой апостол совместность храма Божия с идолами 2 коринстам 6 15 в чем состоит икона почитания икона почитания как учит 7 вселенский собор состоит в том что мы считаем икону не Богом а только изображением портретом и почитая иконам мы клоняемся то есть воздаем честь не дереву или краскам а тому кто изображен на ней Богу святым ангелам пресвятой Богородице святым угодникам друзьям Божьим Лука 12 4 подобно тому как снимая фуражку в присутствии портрета царского мы отдаем этим честь не самому портрету а тому кто изображен на нем то есть самому царю в чем состояло идолопоклонство идолопоклонство состояло в том что люди идолопсчитали за Бога скоро уклонились они от пути который я заповедал им сделали себе литого тельца и поклонялись ему и принесли ему жертву и сказали вот Бог твой Израиль который вывел тебя из земли египетской исход 32 8 3 12 28 Исайя 44 17 Иеремия 2 27 приносили идолам человеческие жертвы сожигая или заколая перед ними людей а они в Самаре и Иерусалим заколали детей своих для идолов своих в тот же день приходили в святилище мое чтобы осквернить его вот как поступали они в доме моем Иезекииля 23 39 смешались израильтяне с изыщиками и научились делам их служили истуканам их которые были для них сетью и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам проливали кровь невинную кровь сыновей своих и дочерей своих которых приносили в жертву идолам ханаанским я сквернила земля кровью салон 105 35 тюрьме 7 31 языки 16 20 20 31 стало законе 12 31 совершали перед идолами гнусное прелюбодеяние и распутничали ибо они в Самаре и Иерусалим прелюбодействовали и кровь на руках их и с идолами своими прелюбодействовали языки или 23 27 вот в чем состояло идолопоклонство и так разница между иконопочитанием и идолопоклонством опять такая же как между светом и тьмой как слепой человек не различает света и тьмы и для него все темнота так человек неразумно не различает иконы от идола для него всякое изображение идол в то время когда само слово Божие велит нам отличать священное от несвященного и нечистое от чистого левит 10 10 и ремея 44 23 для чего нужны святые иконы святые иконы нужны нам во первых для возбуждения нашей веры для напоминания нам о великих делах Божьих Тарзаконе 6 5 и святых его чтобы смотря на их изображение мы возбуждались подражать жизни их Евреям 13 7 во вторых иконы нужны для выражения любви к Богу если мы не любви мы по любви имеем у себя изображение родных и близких нам людей или изображение царя земного то тем более должны по любви же иметь изображение царя небесного в третьих между дарами Бога отличающему человека от животного существует не только дар слова дар разумного пения дар музыки которыми человек должен прославлять своего Творца в Солом 12 6 46 7 56 84 1 149 1 1 Коринзином 14 15 Колоссином 3 16 Евреем 2 12 Но и дар художества или живописи который тоже должен служить прославлению Бога Исход 35 30 35 36 1 2 38 22 23 Отказывать от этого дара для прославления Творца значит не заводить себя на степени разумного животного в четвертых священная икона для неграмотных людей и детей тоже что Библия что в Библии напечатано буквами то на иконе нарисовано в лицах красками например страданиях спасителя неграмотный по Библии не прочтет о страданиях а глядя на икону страданий Христа поймет умом что на ней нарисовано и почувствует это сердцем но Бога же нельзя изобразить на иконе таким как Он есть ибо Его никто не видел как и сказано в Писании Бога не видел никто никогда Иоанна 1 18 1 Иоанна 4 и 12 1 Тимофей 6 16 ибо говорит Господь Моисею Человек не может увидеть Меня и остаться в живых Исход 33 20 Что Бога нельзя видеть это мы знаем не только из Священного Писания но и из церковных песнопений так например церковь поет на утренней на панихидах при погребении Бога человеком невозможно видеть и на него же не смеют чини ангельские взирати но дальше церковь воспевает Богоматерь в этой песне такими словами Тобой Бог все чисто и висит человеком слово Сын Божий воплощенно Его же величающее с небесными вои Тя ублажаем Итак Бога нельзя видеть как Духа но Его можно видеть людям когда Он является им в известных видах или образах что Его люди видели об этом говорит и Священное Писание так например Бог являлся в виде трехстранника в Аврааму Бытие 18 1 Видел Бога Яков и нарек Яков имя место тому Пенуэл ибо говорит Он Я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя Видел Бога Моисей и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу как бы говорил кто с другом своим исход 33 11 и сказал Господь слушайте слова мои если бывает у вас пророк Господень то я открываюсь ему в видении во сне говорю с ним но никак с рабом моим Моисеем он верен во всем дому моем устами к устам я говорю с ним и явно они в гаданиях и образе Господа он видит числа 12 6 видел Бога Исаия 6 1 Даниил видел Бога Отца и Сына 7 9 14 видели Бога святые пророки Мехей 3 Сар 22 19 И Амос 9 1 Нечели говорить о том что Иисуса Христа люди видели и в уничижении и славе когда он жил с ними на земле Иоанн 1 14 6 36 Святой Апостол Иоанн так начинает первое свое послание говоря об Иисусе Христе о том что было от начала что мы слышали что видели своими очами сами рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни ибо жизнь явилась и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь которая была у Отца и явилась нам о том что мы видели и слышали и возвещаем вам Иоанн 1 3 И Слово Сын Божий стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины и мы видели славу Его славу как Единородного от Отца Ян 1 14 9 Видели Иисуса Христа и после вознесения Его на небо видел Христа апостол Павел когда еще гнал его 1 Коринфян 15 15 Деяние 9 3 Видел и побиваемый за Христа первомученик Стефан Вот я вижу сказал он небеса отверстые Сына человеческого стоящего одесную Бога Деяние 7 55 Духа Святого видели в Новом Завете и народ святые апостолы И даже крестился весь народ и Иисус крестившись молился отверзлось небо и Дух Святой не шел на него в телесном виде как голубь и был глаз неба глаголющий Сын Ты мой возлюбленный в Тебе мое благоволение Лука 3 21 Видели Святого Духа и в виде огненных языков Деяния 2 1 Во многих видах являлись Господь и Его святые в откровении Евангелисту Иоанну Итак Бога люди видели а потому и могут изображать Его для своего укрепления и назидания в вере Всякие изображения следовательно и иконы запрещены самим Богом прежде всего в первой и второй заповеди Да не будет у тебя других Богов пред лицем моим Не делай себе кумира никакого изображения того что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли Не поклоняйся им и не служи им исход 23 5 тоже сказано во второзаконии 4 15 20 Псалом 113 10 16 Исаия 44 10 17 Иеремия 10 3 6 Премудрости Соломона 14 12 20 Послание Иеремии Римлянам 1 22 23 Другие места Писания Прежде всего нужно заметить что во всех приводимых сектантов местах священного Писания ни слова не говорится о священных изображениях то есть об иконах а говорится лишь об идолах или кумирах мы же знаем что такое идол и что такое икона в чем состоит икона почитания в чем идолопоклонство умеем хорошо отвечать священное от несвященного и нечистое от чистого Левит 10 10 и понимаем что все места священного Писания говорящие об идолах и кумирах совершенно неприложимы к святым изображениям Слова заповеди не делая не делая кумира и никакого изображения говорят и об изображениях нечистых не священных а священные изображения сам Бог повелел иметь когда сказал тому же Моисею сделай из золота двух херувимов чеканные работы сделай их на обеих концах крышки ковчега сделай одного херувима с одного края а другого херувима с другого края выдававшимися из крышки сделайте херувимов на обеих краях ее и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями покрывая крыльями своими крышку а лицами своими будут друг другу крышки будут лица херувимов и положи крышку на ковчег сверху в ковчег же положи откровение которое я дам тебе там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов которые над ковчегом откровение о всем что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым исход 25 18 22 повелел также господь моисей вышить херувимов на завесе отделявшись святилище от святоя святых и заменявшей собой наш иконостас отделяющий храм от алтаря и сделать завесу из голубой пурпуровой червленой шерсти крученого висона искусные работы должны быть сделаны на ней херувимы исход 26 31 36 когда Соломон выстроил великолепный храм богу вместо Давидовой скинии то ко всему этому присоединил еще разные изображения херувимов на дверях и на стенах храма 3 сарс 6 23 и 29 2 параллепоминон 3 7 сектанты читают в Писании все об идолах и кумирах которых у христиан и быть не может но пусть найдут они где запрещено иметь не кумиры или идолы а священные изображения то есть иконы нигде ни одного места не найдут они в Писании где бы запрещалось иметь священные изображения или иконы ибо Господь сам повелел их иметь если вы православные не считаете икону за Бога то почему не только дети а их взрослые называют икону Богом да иногда икона называется Богом но это только в разговорном языке для краткости речи подобно тому как портрет человека называют именем его например родители указанно портрет говорят это сын наш или указанно портрет царя люди говорят это царь и тому подобное но никто же здравомыслящих людей не обвинит так говорящих что они кусок разрисованной бумаги считают за живого сына царя и тому подобное из священного писания мы видим что кивот Божий тоже называли Богом ибо он напоминал собой изуральтьянам самого Бога когда поднимался ковчег в путь Моисей говорил восстань Господи и рассыплются враги твои и побегут от лица твоего ненавидящие тебя а когда останавливался ковчег он говорил возвратись Господи к тысячам и тьмам Израилевым число 10-35 когда жители Весамиса были наказаны за непочтение кивоту Божию то желая чтобы его увезли в другой город они сказали кто может стоять пред Господом Сим святым Богом и кому он пойдет от нас и послали послов жителям Кориаф и Арима сказать перестемляне возвратили ковчег Господа прийдите возьмите его к себе 1-й царш 6-19-21 итак если икону называют Богом или именем святого то называют так для краткости речи вместо того чтобы сказать это изображение спасителя говорят это спаситель пропуская слово изображение или говорят это Матерь Божья пропуская слово изображение или изображена нарисована по-нашему иконы и идолы одно и то же а тех и других одинаково можно сказать словами писания есть у них уста но не говорят есть у них глаза но не видят есть у них уши но не слышат есть у них ноздри но не обоняют есть у них руки но не осязают есть у них ноги но не ходят, и они не издают голоса гортанию своею. Псалом 113, 12, 134, 15, послание Иеремии. Да, по сектантскому мудрованию идолы и священные изображения одно и то же, а по учению, Слово Божие, совсем другое. Ведь изображения хирубимов тоже имели уста и не говорили, имели уши и не слышали, имели руки и не осязали, имели ноги и не ходили, а их носили священники, сыны Каафовы. Числа 4, 4, Иисуса Новина 3, 6, Возили их и на валах 2 Царств 6, 6, 10. Однако Господь через священное изображение не только творил великие чудеса, но сокрушал и самих идолов. В Библии есть очень вразумительный для иконоборцев рассказ о том, как сам Господь отличил священное изображение от несвященных, как посредством икон он сокрушил идола, как наказал язычников и даже евреев, непочтительно относившихся к иконам, и как, напротив, благословил семью человека, в дом которого внесли священное изображение. 2 Царств 6, 10. Разбившие сражения войска евреев, фелестимляне взяли в плен и самый ковчег Божий с Херувимовы. Что дальше произошло, прочтем? По Библии. Фелестимляне же взяли ковчег Божий, принесли его из Авеназера в Азот, и взяли фелестимляне ковчег Божий, и внесли его в храм Дагона, идола, и поставили его подли Дагона, и стали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона, и опять поставили на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит низ на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонного и обе ноги его, и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге. Осталось только туловище Дагона. Дарья говорится о том, как Господь наказал Азотян за взятие в плен святыни мучительными наростами и нашествием мышей, а из жителей Версамиса убил 50 тысяч 70 человек за непочтение к святыне. Первое. Царств. Пятая глава. Утверждать после прочтения пятой главы первой книги Царств, что идолы и священные изображения одно и то же может только человек несмысленный или сознательно упорствующий в своем заблуждении. Матфея 12, 24. После приведенного места из пятой главы первой книги Царств можно согласиться, что идолы и священные изображения не одно и то же, но думается, что изображения херувимов и в скине Давидовой, и в храме Соломона были сделаны для украшения, пожалуй, для напоминания о небесных бесплотных херувимах и только. Пред ними не молились, не кланялись, не кодили, не возжигали свечей, как это у вас делается. Нет, не правда. Господь велел сделать священное изображение херувимов не для украшения только. Он благоволил изрекать свою волю нигде-либо и не среди каких-либо других бывших в храме изображений, например, среди пальм, цветов, валов и прочее. Третий сад, шестая, глава и вторая, параллель по минуту четвертая. А только посреди икон херувимов. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения о всем, что они будут заповедовать через тебя, сынам Израилевым. Исход 25-22. В храме было много изображений, но не через одно из них Господь не проявлял своей силы. А только через иконы херувимов, через них Он наказывал и язычников, и евреев. Через них Он сокрушил идола Дагона. Первая царствия, пятая шестая глава. Через них Он разделил воды Иордана, Иисус Новин 3-14, и разрушил стены Иерихона, Новин 6-я. А сектанты мудрствуют, что священные изображения были только для украшения храма. Какое слепое заблуждение! Как видно из приведенного места книги Исход 25-22, иконы херувимов, стоявшие над крышкой ковчега Божия, и были тем именно посредствующим местом, где встречались мольбы народа и воля Господня, где Господь принимал молитвы Израиля, откуда возвещал Ему свою волю. Нет ничего поэтому удивительного, что израильтяне перед священными изображениями молились, поклонялись, приносили пред ними Богу жертвы, ходили фимиамом, зажигались светильники и лампады. Когда жители гаистские убили до 36 воинов Иисуса Новина, то Он разодрал одежды Свои, пал лицом Своим на землю пред ковчегом Господним. И лежал до самого вечера Он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. 7-6 новина. И пробудился Соломон, и вот это было сновидение, и пошел он в Иерусалим, и стал преджертвенником пред ковчегом завета Господня, и принес все сожжения, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. 3-я царствия, 3-15. А я, говорит Давид, по множеству милости Твоей, войду в храм Твой, в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Солом 5-8. Сектантам остается назвать святого Давида храма поклонником, ибо он, говорит, поклонюсь святому храму Твоему. Но пророк Давид без сомнения воздавал поклонение не стенам храма, а тому, что было в нем наиболее святого, то есть хирургимам, слава осеняющим очистилище, как называет их святой апостол Павел. Евреям 9-5. Славлю Тебя, говорит он в другом псалме, Давид, всем сердцем моим пред богами, ангелами, пою Тебе, что Ты услышал все слова уст моих, поклоняясь пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою, за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Псалом 137, 1. «И вели сынам Израилю, чтобы они приносили тебе, Моисею, елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время, скини собрание вне завесы, которая пред Ковчегом Откровения». Это та завеса, на которой были вышиты искусные работы Херувима, исход 26, 31, 36, 8. «Будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господнем. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». Исход 27, 20, 37, 13. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, такти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и не столки его мелко, и полагая его пред Ковчегом Откровения в скини собрание, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе. Святыню, да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им? «Душа та истребится из народа своего». Исход 30, 34. Можно было бы и больше привести место с Писанием в доказательство того, что предсвященными изображениями молились, воскуряли фимиам, воспевали, возжигали светильники, но довольно приведенные для вразумления ищущих истины. Не имея возможности защищать свое заблуждение об иконах доказательствами из Ветхозаветнего Писания, сектанты переходят к Новозаветнему, говоря, будто в Новом Завете Христос и апостолы отменили священные изображения, бывшие в Ветхом Завете, будто даже прямо запретили их. Но это, как увидим, неправда. Изображения червимов в Ветхом Завете были. Но в Новом они отменены. Апостол Павел даже запрещает говорить о них. А над ними, над скрижалями, говорит он, «Херувима славы, о чем не нужно теперь говорить подробно» Евреям 9.5. Слова, о чем не нужно теперь говорить подробно, относятся не к одним херувимам слава, а ко всем предметам храма, которые перечисляет апостол. Здесь апостол не запрещает говорить о херувимах, а считает ненужным перечислять подробно, то есть все до одного предметы, бывшие в храме. Ибо евреи сами хорошо знали, что в нем было. Если толковать по-сектански этого местописания, то ненужные скрижалии завета с десятью заповедями, и о скрижалях апостол упоминает. Если бы в письме православном кто-нибудь, перечисляя предметы, находящиеся в храме, упомянул и об Евангелии, лежащем на престоле, а потом сказал бы, о чем не нужно говорить подробно, то неужели это значило бы, что он считает ненужным Евангелие, запрещая даже говорить о нем? Для вала, мальски понимающего человека, известно, что слово «не нужно» не значит «нельзя». Изображения херувимов были только до Нового Завета, до времени исправления. Теперь они отменены. Еще не открыт путь в Освятилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, немогущие сделать совести совершенным приносящего, и которые с явственными питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Евреям 9.8. Во-первых, нужно заметить, что у нас, у христиан, стоит не прежняя скиния с кровью тельцов и козлов, а новая с причистой кровью Господа нашего Иисуса Христа, своей жертвы на Голгофе, открывшего нам путь в небесное святилище. Во-вторых, исправлять не значит уничтожать, а значит заменять одну часть предмета другою, новую. Если человек исправляет свой дом, то это не значит, что он совершенно его разрушает, а значит, что одну ветхую его часть заменяет новую. Так и здесь, в Новом Завете, обрезание, например, младенцев заменено крещением, священство оворованного всеобщим священством, суббота воскресением, жертву животных, великую жертву Христа. Чем же заменены ветхозаветные священные изображения? Ничем. Значит, они остались. Чтобы понять слова до времени исправления, нужно начать читать девятую главу к евреям, выше шестого стиха. Тогда видно будет, что здесь идет речь не о хирургимах славы, а о кровавых жертвах, которые были установлены до времени исправления, то есть до тех пор, пока Христос не упразднил их своей крестной жертвою. Что видно и из дальнейших стихов всей девятой главы. Христос отменил ветхозаветные изображения, ибо апостол говорит, что он отменяет первое, то есть все ветхозаветнее, следовательно, и хирургимов, чтобы постановить второе. Евреям 10.9. Если думать, что здесь говорится об отмене священных изображений, то опять спрашивается, что же вместо них постановлено второе? Выходит, ничто? Чтобы знать, что это Христос отменяет первое, и что вместо него постановляет второе, нужно прочесть сначала всю десятую главу к евреям. Тогда ясно видно будет, что здесь ни слова не говорится об изображении хирургимов, а говорится о том, что так, как ветхозаветные жертвы не могли сделать совершенными, приходящими с ними, стих 1.1, ибо невозможно, чтобы кровь телесов и козлов уничтожала грехи, стих 4.1, то Христос жертвы приношения не восхотел, стих 5, но тело свое уготовал, то есть отдал себя самого в жертву на кресте, и таким образом отменил первое, то есть ветхозаветние, не спасавшие человека кровавые жертвы, чтобы вместо них поставить, постановить второе, то есть свою спасающую жертву, принесением на кресте в жертву себя самого за грехи всего мира. Апостол Павел запрещает поклоняться иконам, называя себя мудрыми, они, язычники, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присвыкающимся. Римлянам 1.1.22 Здесь святой апостол Павел говорит не о христианах, их священных изображениях, а об язычниках, римлянах. Служивших тварей вместо Творца и об их идолах. Мы научились отличать священные изображения от несвященного, и потому знаем, что эти слова апостола Павла к иконам совершенно не относятся. Нужно же сектантам быть благоразумными и подумать о том, что христиане, чтущие единого истинного Бога, ни птицам, ни четвероногим животным, ни присвыкающимся гадам, никогда не поклонялись и не поклоняются. Апостол Павел предупреждает также христиан, чтобы они не имели никаких изображений ни из золота, ни из серебра, ни из камня, или чего-нибудь подобного. Он пишет, «Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Деяние 17.29. Прежде всего, мы православные, да и многие миллионы других инославных христиан вовсе не думают, что божество подобно золоту или серебру, или камню, ибо не считаем иконы за богов, о чем уже раньше говорили. Иначе сколько у нас икон, столько было бы и богов, а мы в своем символе веры исповедуем веру во единого Бога Отца Вседержителя и так далее. Затем здесь апостол Павел говорит не о христианах, а об язычниках, а финянах, не знавших Бога. Говорит не об иконах, которых у афинян, как у язычников, и не могло быть, а говорит об их идолах, что видно из 16 стиха той же главы. В ожидании их силы Тимофей в Афинах Павел возмутился духом, силы Тимофея ждал, при виде этого города полного идолов. А значит неудачно приводимые сектанты в место 17 главы Деяний к святым иконам и к христианским не относятся. Но Господь отменил всякое внешнее богопоклонение, следовательно, и иконопочитание, ибо сказал, что истинные его поклонники должны поклоняться в духе и истине, то есть поклонение Богу должно быть духовное. Иоанна 4,23 Да и апостол Павел велел молиться только духом Ефесянам 6,18 Здесь евангелист Иоанн, как и апостол Павел в послании к Ефесянам, ни слова не говорит о священных изображениях и вовсе не отрицает внешнего Бога поклонения. Ибо сам Христос по человечеству и его апостолы употребляли при молитве внешнее поклонение или обряды. Лука,23,4,41 Лука,24,50 Дьяня,6,6 1 Тимофея,2,8 Ефесянам,3,14 И другие места Писаний говорят об этом. Сами сектанты не понимают, что говорят, ибо молятся не только духом, но и телом, поют безграмотные стежки и гусли, встают на колени, закрывают лицо руками, складывают руки на живот во время молитвы и прочее. Здесь, в беседе с Самарянкой Христос учит, что ветхозаветнее богослужение с кровавыми жертвами, как не духовное и не истинное, ибо жертву не ощущали совершенных грехов, будет заменено новозаветним, истинным и духовным, когда вместо крови телесов и козлов будет приноситься истинная духовная жертва Христа, его причистое тело и кровь в оставлении грехов. Матфея 26, 28, и в жизнь вечную. Иоанна 6, 27, Кто поклоняется образом, тот будет мучен в огне и сере озере огненном, и дано ему второму зверю было вложить дух в образ зверя первого, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Откровение 13, 15. И далее. И схвачен был зверь, и с ним же пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое. Откровение 19, 20. Для всякого здравомыслящего человека понятно, что в этих местах откровения говорится не об изображении Господа Вседержителя, Его Пречистой Матери или Святых Ангелов, Геугодников Божьих, а об образе зверя, то есть дьявола, который при кончине мира будет стараться отвращать христиан от почитания изображений Господа Бога и привлекать их почитание своего дьявольского изображения. Что это именно так, довольно прочесть описание вида зверя в той же 13 главе Откровения во 2 стихе. «Зверь, которого я видел, говорит Святой Иоанн, был подобен барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва, и дал ему дракон силу и престол свой и великую власть. Но можно ли человеку с здравым разумом сравнивать этот образ зверя с образом Господа нашего Иисуса Христа? Мудрствование сбитых с толку сектантов о поклонении образу зверя совершенно разрушается, если внимательно прочесть даже один стих 5, 13 главы Откровения. Там сказано, что зверю дана власть действует 42 месяца. То есть всего три с половиной года, а икона существует у христиан уже почти две тысячи лет. В Ветхом Завете была скинья Моисеева устроена по повелению Божьей или по показанному Моисею самим Богом образцу и плану. Исход 25.9 Деяние 7.44 Но была и скинья Молохова Вы приняли на сили скинью Молохову упрекает Бог совратившийся в языщество евреев и звезду Бога вашего Римфана изображение которое вы сделали что поклоняться им и я переселю вас далее Вавилона Яне 7.43 Так и при конче мира будут на земле храмы Божии Ам 5.25 2. Исход 24 И в них священное изображение но будет сделан дьяволом для искушения христиан и его образ Откровение 13.14 Чтобы обольщать живущих на земле тем что этот звериный образ будет как живой он будет говорить и действовать Творение святого Кирилла Иерусалинского 15. огласительное слово стр. 258 Заблудшие должны обратить внимание еще на одно обстоятельство В 15 стихе 13 глав Откровения сказано что будет убиваем всякий кто не будет поклоняться образу зверя Они сравнивают наши святые иконы с образом зверя Они им не только не поклоняются а даже хулят их кощунствуют и издеваются над ними Но им их никто за это не убивает И они по крайнему неразумии своему собирают горящие угли на головы свои Притча 25-22 Кощунствуют священными иконами Приравнивать образ Господа нашего Иисуса Христа к образу зверя дьявола может только человек потерявший всякую веру совесть и разум Если иконы угодны Господу то почему он не наказывает оскорбляющих и даже уничтожающих их Пусть никто не говорит так дерзко и не испытывает долготерпение Божие Кара небесная не раз уже постигала кощунников еще при жизни их Примеров слишком много Кто их не признает это его дело Ну пусть он помнит что человек не наказан за грехи свои здесь на земле будет наказан за них там Господь попустил чтобы филистимляне взяли священных херувимов в плен Он попустил язычникам дважды разрушить жилище свое храм Иерусалимский который светил сам обещая пребывать в нем во век 3 сарс 9 3 мучители и воспринатели Христа не были наказаны при жизни хотя легионы ангелов могли стать на грозной защиты его но горький ожидает их участь на небе как и всех хути святыни Господней на суде помни слово Господа живу я говорит Господь Бог не хочу смерти грешника но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был обратитесь обратитесь о злых путей ваших для чего умирать вам дом Израиля Иезекииля 33 11 2 царс 14 14 где в священном писании запрещается почитание священных изображений нигде сектанты не могут указать ни одного места в писании против почитания святых икон а приводят из него места говорящие все об идолах докумирах а не об иконах а где в писании говорится о священных изображениях Моисея повелел Господь сделать из золота двух херувинов посреди них он являлся Моисея и объявлял народу свою волю Исход 25 18 26 31 это на завесе второе паралипоминон 3 царств 6 23 А молились ли предсвященными изображениями да молились поклонялись пред ними Давид Псалом 5 8 падали лицом до земли Иисус на вин приносили жертвы пред ними Соломон и воспевали ходили фимиамом исход 31 6 зажигали светильники лампады исход 37 17 То есть молились сверхозаветние праведники предсвященными изображениями так как и мы молимся Почему молились предсвятыми изображениями святые люди? Без сомнения они молились предсвященными изображениями потому что Бог велел молиться пред ними ибо через священные изображения Господь проявлял Свою божественную силу, сокрушал идолов, 1 царств 5.1, карал язычников, 1 царств 5.6, наказывал непочитающих священное изображение, 1 царств 6.19, наказывал без страха Божьего обращающихся с ними. Приведем примеры послушания последнего. Ибо о том, как он сокрушал идолов и карал язычников, мы уже видели. Жителей вовсамильских Господь поразил поражением великим, 1 царств 6.19, когда переносили торжественно ковщег Божий из дома Аминадама в город Давидов. Он простил руку свою ковщегу Божию, Оза, чтобы придержать его, и взялся за него, и бавалы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же, за дерзновение, и умер он там, у ковщега Божия, и опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот же день Господа, и сказал, «Как войти ко мне, ковщегу Господню?» И не хотел Давид везти ковщег Господень к себе в город Давидов. И обратил его в дом Аведара Гефианина. И оставался ковщег в доме Аведара Гефианина три месяца. И благословил Господь Аведара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Аведара, и все, что было у него, ради ковщега Божия. То пошел Давид и с торжеством перенес ковщег Божий из дома Аведара в город Давида. Второе царство 6.6. И так ясно, что идол ничто и противен Богу, а священное изображение угодно Ему. Иначе не повелел бы Он сделать их и молиться пред ними, не проявлял бы через них великие чудеса, не наказывал бы отвергающих их и не благословлял бы почитающих их за великую святыню, как благословил дом Аведара и все, что было у него, ради ковщега Божия. Какими местами новозаветнего Писания доказывается необходимость для христиан почитать священное изображение? Христос посещал храм Иерусалимский, учил в нем народ, но никогда не говорил, что священных изображений, бывших в храме, не нужно. Напротив, изгнав из храма нарушавших святость его, Он сказал, не написано ли, «Дом мой, домом молитва наречется для всех народов» Марка 11, 17. Святые апостолы тоже часто посещали храм Иерусалимский, учили в нем и даже издалека приходили к нему для поклонения. Деяние 24, 11. «Очевидно, вследствие глубокого почитания той святыни, какая была в нем, и какую он представлял сам с тобой». Апостол Павел говорит, «Подражайте мне, как я Христу». Второй храм назывался по имени устроителей его, Зарававеля в храм. И устройство его описано в книге порока Иезекииля, 41 глава, 17 стих. Все стены внутри и снаружи были в резных изображениях херувимов, то есть в иконах от пола и до потолка. Почитая храм и священные изображения, мы и подражаем святому апостолу и самому Христу. Если в Ветхом Завете дана заповедь о священных изображениях, а в новом она нигде не отменена, то может ли человек сам ее отменить? Конечно, нет. Не думайте, сказал Спаситель, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповодей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется царстве небесном. Матфея 5, 17. Почему все-таки в Ветхом Завете были изображения только хирургинов, а не было изображений Бога и святых? Бог никогда и нигде не запрещал израильтян иметь образ его, но и не повелевал, ибо склонный к идолопоклонству, и часто увлекавшийся язычеством, еврейский народ легко мог обоготворить образ Божий, то есть почитать его за Бога, как стал почитать за божество медного змея Нехуштана, число 21, 4, которого поэтому истребил царь Языкия. С другой стороны, Бога не могли изображать в Ветхом Завете и потому, что Святая Троица явила себя людям только в Новом Завете. Что касается ветхозаветних святых, то их изображения в Ветхом Завете не могли чествоваться, ибо до совершенного спасителем искупления мира все ветхозаветние праведники находились под проклятием, пока Христос, не зайдя в ад, не освободил их от Него. А на нарамниках у Аарона были написаны на двух камнях имена двенадцати колен Израилевых, потому что имена уже тогда были вписаны на небесах, ибо в Исходе, 32 глава, 31-32 стихи, говорит Моисей, Господи, если Ты не помилуешь их, то изгладьте меня из книги, в которую вписал. До каких пор будут существовать на земле храмы Божии, а следовательно и святыни? Храмы Божьи, храмы будут на земле до скончания мира. Это ясно видно из того, что Антихрист перед вторым пришествием Христа сядет в храме Божьем, второй фисоникицем. А этим именем, как мы уже знаем, называется в Писании священное изображение, числа 10-35. Почему и место, где они стояли, называлось «Святое святых» евреям 9-3. Откуда еще видна необходимость почитания святых икон? Из священного предания, то есть из устного учения святых апостолов, записанного отцами церкви и сохраняемого ею, согласно повелению апостола. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим, Второй фисоникицем, 2-15. О почитании святых икон учили многие святые отцы первых и последующих веков Церкви Христовой. Святой Дионисий Ариапагид, ученик апостола Петра, в своем послании к святому апостолу Иоанну Богослову пишет «Поистине, видимые иконы суть видимая невидимого». Страница 410. Об иконах пишет Климент Александрийский, Пертулиан, живший во II веке. А ведь во II веке умер евангелист Иоанн. Очевидно, близкие к нему по времени люди лучше могли знать учения апостолов об иконах, чем наши сектанты. Святой Мефодий Потарский, живший в III веке, пишет «Приготовленные из золота изображения ангелов его, то есть Бога. Начал и властей мы устрояем в честь и славу его». Святой Афанасий Великий пишет так о почитании святых икон. «Мы, верующие, поклоняемся иконам не как богам, подобно еленам. Нет, но только оказываем наше расположение и любовь к тому лицу, которое на иконе изображается. Посему мы часто, когда лик на ней изгладится, сожигаем ее, как бесполезное дерево. Как и Яков перед кончиной своей поклонился наверх жезла Иосифова и через то не жезл почтил, но того, кто держал его. Так и мы, верующие. Поклоняемся и целуем иконы не для чего другого, как для чего целуем и детей, своих и родителей, то есть чтобы оказать им через сие душевную любовь свою. Как некогда и иудеи поклонялись скрижалям закона и двум из золота изваянным херувимам ни камень, ни золото через сие почитали, но Господа, повелевшего сие устроить». «Откроить». «Откроить». «Откроить».